Дракулу 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 Ладно, это тоже пропускаем А вот то, что я действительно хочу отсюда забрать Так я хочу забрать отсюда легендарные внешние виды Точнее не легендарные, а вот эти вот редкие Но я их называю легендарные, потому что это действительно легендарные события И здесь, ребят, есть такие камуфляжи, как Фрэнки 4 пальца, он же 4 палый Это, кстати, ребят, для тех, кто будет играть без доната и не будет покупать себе особый пропуск Здесь на 35 уровне можно забрать себе Тони Пуля в зубах Почему-то назвали, хотя он был Тони Пуля зуб Из того, что ему зубы были изготовлены из пуль, которые из него же и достали Здесь у нас есть Турак и Томми, два великолепных друга И, в принципе, для тех, кто донатить не будет, на этом все А вот те, кто будут донатить, могут забрать себе несколько камуфляжей, которые называются Борис Бритва Это дополнительная кама, которую вы не сможете забрать, если вы донатить не будете Ну и плюс к тому повторяются некоторые другие здесь камуфляжи, которые будут дублироваться И, соответственно, вы сможете одеть несколько машин в это все Также есть аватары, которые символизируют собой портреты героев данного фильма Это, опять-таки, Тони Пуля зуб, это 4 палый, это Борис Бритва, которого почему-то сюда водрузили Хотя там были более интересные герои Как мне кажется, один из самых веселых героев Турак Но кого мне действительно здесь не хватает, так это не хватает Мики Цыгана Потому что Мики Цыган по фильму, как мне кажется, один из самых крутотенных был героев, персонажей Который обладал какой-то своей харизмой И, честно говоря, вместо вот этого пса, наверное, было бы интереснее как раз вот Цыгана туда и водрузить Но я так понимаю, что, скорее всего, что-то не пошло в отношении авторских прав, там, всех дел Ну и, соответственно, Терок с словноизвестным актером, который исполнял данную роль И не то, чтобы я там прям совсем от него перся Но в этой роли мне действительно очень-очень зашел Что касается машин, которые выставили на продажу По Хельсингу ничего не снимал, поэтому его заценивать будем Что касается Дракулы, то у меня на канале есть уже видосы по нему Не вижу смысла еще раз выкатывать машину, потому что ничего нового я вам не покажу Кину просто ссылочки в описании к данному видео, а вы уже сами захотите да посмотрите Если вдруг вы не знаете, что такое Дракула и кому он действительно подойдет Потому что машину реализовать очень сложно И для этого надо иметь, ну, прям совсем талантище Либо суперскил ведь играть Что касается ценников, ну, я считаю, что 12,5 за Дракулу на сегодняшний день С учетом того, что Дракула в игре, я не знаю, ну, наверное, уже лет 5 А может даже и больше Я, ну, не совсем вижу смысл отдавать такие бабки Да и, в принципе, как видите, игроки тоже не сильно начали раскупать данную машину Но я не думаю, что ее будут раскупать раньше, чем она подешевеет Хотя бы, хотя бы один раз Хотя, не знаю, в этот аукцион меня не перестает удивлять Машины выставлялись за бешеные какие-то деньги И почему-то игроки скупали их просто сметая с полок Хотя я не совсем вижу смысл покупать на зимнем аукционе падение цен Танки по их первоначальной стоимости Ну, можно было бы хотя бы немножко подождать Что касается Хельсинга, здесь более приземленно 10 тысяч машина далеко не самая крутая Но это ПТ-шка парадокс Почему ПТ-шка парадокс, сейчас попытаюсь объяснить В отношении цены, сбавлять цену есть куда И реальная стоимость Хельсинга, ну уж простите меня, составляет тысяч семь То же самое касается и Дракулы И только в коллекцию, чисто для фана, чисто по приколу и не более того На сегодняшний день машины уже играются совсем по-другому Что касается Хельсинга, то здесь вы не найдете никакой брони Это ПТ-ха с поворачивающейся рубкой С отсутствием каким-либо нормальным угла склонения орудия вниз Это посмотрим по ТТ-ха в самой таблице Ну, короче говоря, вот такой вот по внешнему виду Я бы сказал средний танк странных форм Но его назвали ПТ-хой Обладает орудием с двумя снарядами Но оно крайне неприятное в отношении игры Если, допустим, говорить о ПТ-хах, которые есть на седьмом уровне То есть только две ПТ-шки, у которых есть барабан Первая ПТ-ха это Хельсинг Но у него два снаряда, которые вылетают за один выстрел Ну, как в уничтожителе делаешь три выстрела за одно нажатие на клавишу выстрела Ну, а, соответственно, здесь делаешь два выстрела с промежутком в 0.25 секунды Ну, такое себе, типа, знаете, бам-бам Хотя толку от этого особо нет А вот неприятности периодически бывают Что касается второй машины на уровне, то это Круп И у Крупа здесь немножко поинтереснее Потому что у него три снаряда, которые вы самостоятельно, скажем так, выбираете, куда отправлять То есть вы не вынуждены делать эти три выстрела за одно нажатием Хотели, выстрелили в одного соперника три раза Захотели, выстрелили в троих соперников Глядишь, кого-то добрали Что касается Хельсинга, то он на сегодняшний день, ну, очень сильно уступает многим машинам на уровне Хотя, как я уже сказал, является ПТ-шкой парадоксом И к этому парадоксу вернемся буквально за пару секунд Как вы видите, ДПМ у него один из худших Есть огромное количество танков, у которых ДПМ гораздо лучше При этом всем я играю, допустим, с калиброванными снарядами Потому что от вентилятора смысла вообще никакого нет И при этом, ребят, у меня пробитие всего лишь 179 Почему всего лишь? Потому что хуже, ребят, только у нашего великого и непревзойденного виндикатора У которого пробитие 155 Все остальные пробития имеют выше Это первая проблема Хельсинга На нем действительно очень сложно кого-то пробивать Особенно, если ты против восьмерок попадаешь Ты начинаешь нервно курить бамбук и собирать вещи в сторону ангара Что касается Альфы 200 единиц среднего урона, это за один выстрел Средний урон за два выстрела составляет 400 Но, честно говоря, мне, допустим, гораздо интереснее и приятнее играть на орудии Которым я закидываю 400 единиц однозначно Допустим, тот же самый ВЗ Пылающий Имеет 400 единиц Альфы Но ты гарантированно делаешь этот выстрел на средних 400 А здесь ты имеешь 400 в сумме за два снаряда И не факт, что второй снаряд у тебя попадет туда, куда надо Ну и, соответственно, нанесет урон сразу с двух снарядов Что касается скорости машины Здесь вопросов нет, подвижность классная 60 вперед, 15 назад, катайся не хочу Это круче, чем многие средние танки имеют на уровне Поэтому могу сказать в отношении подвижности Ну, прям совсем никаких претензий А вот здесь, ребят, и приходим к парадоксу Несмотря на то, что здесь далеко не самый крутой ДПМ Далеко не самая крутая Альфа Два выстрела за один выстрел, или как это правильно назвать За одно нажатие То при этом всем, ребят, машину любят На ней играло 1040 человек за последнее время А это, ну, как вы видите, гораздо, гораздо больше Чем на многих других машинах на седьмом уровне И при этом всем, ребят, как вы видите Целых 55, практически, процентов побед Если вы посмотрите, опять-таки, на эту подбличкину То у нас, ребят, третье место в таблице По количеству победных боев Точнее, по проценту победных боев по серваку Вот такой вот парадокс Получается, что Хельсинг, ну, наверное, все-таки Далеко не самая днинная ПТХа на седьмом уровне Но все-таки мне, честно говоря Вот это вот выстреливание дуплета Ну, нравится не очень сильно Я все-таки хотел бы сам руководить процессом А не выкидывать два снаряда за одно нажатие Что касается орудия Ну, по орудию здесь, в принципе, неплохо В отношении времени сведения и разброса Это комфортно, классно, приятно ДПМ 2547 единиц Это с учетом того, что у меня установлены калиброванные снаряды Ну, и что касается времени перезарядки магазина Слава богу, он составляет менее 10 секунд И на картонном Хельсинге Время перезарядки этого магазина Пережить гораздо проще, чем могло бы быть Если бы здесь была какая-то более существенная цифра По КД полного магазина Что касается пробития, мы уже с вами обсуждали Урон тоже, вот угол склонения орудия вниз Минус 6 И играется действительно не очень приятно И все-таки Что-то в Хельсинге есть Что-то есть такое, за что многие игроки Себе его хотят в коллекцию Что именно, сейчас попытаемся разобраться Ну что, друзья, берем машину И поехали в первый попавшийся бой Ну что, поехали Попытаемся немножечко попытэшить Вообще, на удивление В отношении подвижности Хельсинга С одной стороны, 60 км в час Это круто, но в то же время Тебе необходимо сначала его раскочегарить А потом уже бодро куда-то нестись В этом действительно есть Ну, не то чтобы негатив Я бы сказал, это нюанс данной ПТ-шки Что касается игровых возможностей Игровые возможности Немножечко лучше, чем у некоторых других ПТ-шек На уровне Благодаря тому, что есть вот такая вот Поворачивающаяся рубка В то же время, стоит отметить Что поворачивается она Ну прям совсем, совсем туго И приходится очень долго ждать Пока, наконец-то, твое орудие Будет направлено в ту сторону Куда тебе хотелось Сейчас попытаемся найти кого-то В кого сможем прицелиться Ну и попытаемся реализовать Наш барабан на два снаряда В отношении угла склонения орудия Вот сейчас выше поднимаюсь И, в принципе, становится не очень приятно Потому что понимаю, что Все, привет, горизонт И ниже не получится И обратите внимание Я-то, в принципе, стою практически ровно Ладно Дождемся сейчас ИСА экранированного Глядишь, пойдет в прорыв И попытаемся кинуть два снаряда Ну, давай, еще чуть-чуть Да что ж такое Мне народу показать надо Как дуплет вылетает из этого орудия Ну, давай, еще чуть-чуть Нет, ладно Я так весь бой простоять могу Сейчас попытаюсь сам себе Немножко подыграть Найду какого-нибудь другого товарища Так Спрятался Они что, чувствуют все? Я понять не могу Вот, как вы видите Расстояние между одним отверстием и вторым Ну, крайне большое О чем это говорит? Это говорит о том, что Реализовать два снаряда Однозначно Попадением Ну, я бы сказал, сложновато Особенно на каких-то дальних расстояниях В то же время Опять-таки возвращаемся к плюсам Здесь очень бодрое время перезарядки У этого магазина И можно сказать, что вы играете На таком себе Не совсем точном цикличном орудии Со временем перезарядки В 10 секунд неполных При этом наносите 400 единиц альфы Это если вам повезет На ближних расстояниях Вообще вопросов никаких нет В отношении того, чтобы закинуть Ты просто приезжаешь Просто нажимаешь на кнопку И погнали А вот здесь уже Начинаются Little problem Потому что Здесь у нас Сначала не хватало Угла склонения орудия вниз А потом уже Не хватало нормальной Бодрой скорости Поворота орудия То есть Нормально перевести орудие С одного соперника На другого Так, чтобы в него Начать отбрасывать У меня сейчас Абсолютно-таки не получилось Великолепно 217 единиц урона Едем дальше Вообще Ребят Хельсинг Вполне себе Даже результативная Тачка Но Понравится Эта игра Далеко не Каждому танкисту Вот сейчас Лучше было бы Если бы у меня Оставался Один снаряд В магазине Таким образом Я бы одного Соперника уничтожил А второму Нанес бы урон Но нет Игра заставляет Меня отправлять Все два снаряда Даже тогда Когда в этом Нет абсолютно Никакой необходимости Именно поэтому Тот же самый Круп В отношении Игры Как на барабане Мне нравится Гораздо больше А так Здесь получилось Что-то В свое время Непонятное Вроде бы и барабан А в то же время И цикличное орудие И при этом Не совсем точное Потому что Снаряды Вылетают И идут Абсолютно Не в одну И ту же самую Точку Но Вот так вот Как-то получается Я даже не знаю Как это Более правильно Прокомментировать Я думаю Что просто Те кто Играли на Хельсинге Или играли на Уничтожителе Они понимают О чем я говорю И чего Конкретно Мне порой Не хватает Что касается Результативности 1700 единиц урона В основном В основном Где-то 2200 Если нормально Бой сложится На прям Совсем Какие-то Крутотенные Результаты Рассчитывать Очень сложно Играть необходимо Исключительно Рядом со своими Союзниками Ну и таким образом В принципе Быть полезным В данном бою Занимаю второе место С несущественным Отрывом Нашего лидера Которому Почему-то Поставили Дис Я так понимаю Что мне тоже Кто-то Дис поставил Даже интересно Что это За чем Ну да Конечно Чувак Ты прям Вообще Наиграл Блин Вот здесь Не удержусь Вот так Вот Сделаю Отправлю Потому что Действительно Есть Есть от кого Дис получать От того Кто занял У нас первое место В команде Да еще и с конца Ладно Не будем обсуждать Тех кто не достоин Обсуждения Похвалим тех Кто действительно Достоин уважения В данном бою Ну и давайте Будем подбивать Итоги А итоги Мне кажется Здесь очень Простые Хельсинг Машина Интересная Как я сказал Вполне себе Результативная Играть можно На телефоне Играется Гораздо Сложнее Чем на Компьютере Из-за того Что сложно Прицелиться Нормально Ну и соответственно Если вы играете С ПК Или с ноута Пользуясь Мышью И клавиатурой Понятное дело Что на Хельсинге Результаты будут Куда интереснее И куда лучше Платить ли за него Те деньги Которые за него Просят Я думаю Что на данный момент Нет Дело в том Что он не стоит Ни 10 тысяч Ни 9 тысяч Когда подешевеет Да Он достоин Занять свое место В коллекции танков Но поверьте мне Особо часто Особенно Имея Какие нибудь Более интересные Семерки По типу Той же Самой Лесной Ведьмы Вы на Хельсинге Кататься будете Не так уж и часто На сегодняшний день Для меня Хельсинг Это такая себе Ну не совсем Пародия Но все таки Что то похожее На уничтожителя Но очень сильно Не дотягивающее До него Исключительно В разрезе Геймплея С орудием Которое Выплевывает Снаряды По одному Нажатию Это мое честное мнение По поводу Хельсинга В отношении Дракулы Как я говорил Можете перейти Посмотреть по ссылочкам Которые я добавил В описании Ну а что касается Того за сколько Что покупать Не знаю ребят Здесь определяйтесь Самостоятельно В зависимости от размера Вашей золотой копилки Мое дело Показать танки такими Какие они есть На самом деле Ну а если вы за честность То подписывайтесь на канал Прямо сейчас И жмите на колокольчик Я побежал снимать Следующее видео для вас А вам друзья Мои искренне желаю Мира Субтитры сделал DimaTorzok